Девушки отдыхают Девушки отдыхают Галактические лорды у нас на очереди Мы ждем с вами что-то эпичное Итак Галактика лорда Пальмикуса Галактика лорда Репликуса Галактика лорда Зигуртикуса Галактика лорда Хартусы Что-то здесь не так Здесь Икусы Икусы А здесь Уса Что-то не так Может, ребята решили, что у нас как-то много Икусов? Давайте мы с вами галактику Лорда Хартуса создадим. У меня такое чувство, что если я сейчас тыкну, то выскочит Рикролл сейчас. Поэтому галактика Лорда Рикролл. Чё? Лорд Вселенной. Я. Лорд Вселенной. Уничтожением этой галактики объявляю начало похода по учащению Вселенной и созданию нового, более привлекательного для меня мира. Лорд Репликус. Если этот Лорд Вселенной ищел мою идеальную роботизированную галактику, непривлекательную для него, значит, он слишком глуп и его разумно экстреминировать. Чтобы наиболее эффективно противостоять неизвестному мне врагу, мне следует заручиться поддержкой низших существ из органики. Значит, я приступаю к выбору наиболее полезной для первого посещения чужой галак... Галак... Окей. Что это? Лорд Пальмикус. Эй! Вы зачем меня отвлекаете от моего трудного отдыха, в котором я не покладаю одеяло? Сон не является выгодным действием для тебя в сложившихся обстоятельствах органическое существо. Тебе следует отправиться со мной воевать с Лордом Вселенной, пока он не напал на тебя, сам получив боевое преимущество. Пхе! Органическое существо? Можно и повежливее. Знаешь, мне лень идти. Пусть сам приходит, и я с ним разбираюсь. Да и уходи-ка ты отсюда, я теряю терпение, когда мне мешают отдыхать. Ход игрока. Ход игрока. Что же мне делать? Итак. Это обычная походовая стратегия, видать. Так. Окей, ты пойдешь сюда. Да? Нет? Нет? Хочешь? Можешь перетащить? Надо как-то? Так. Правая кнопка... Так, левая кнопка выбор юнита. Правая кнопка выбор места перемещения или цели для атаки. Офига себе. Из-за меня такой так экстратег просто капец. А, как же стрелять? Управление лордом в бою. Движение мыши, движение лорда. Левая кнопка стрельба. При нападении на врага... О, боже мой. Тут столько всего написано. Я считаю сейчас ритми. При нападении на врага левая кнопка выбор одного юнита или выделение нескольких юнитов. Правая кнопка по свободному месту. Переместить всех выделенных юнитов на нее. Видимо, окей. Ладно, закончим ход. О, черт, у него уже больше всяческого говна, чем у меня. Хорошо, ход игрока. Окей, как же... А, я не могу на тебя напасть. Бежим нападение. Это что за гов... А, это анимация, видимо. Я не знаю, что происходит здесь. Немного какие-то рандомные... Что-то рандомно летит, и при помощи рандомизатора как-то все-то выбивается, и ничего этого знает. Ээээ... Так нечестно? Так нечестно? А, что мне надо было делать? При нападении на рога левая кнопка выбора одного юнита или выделение нескольких юнитов. Удержание... Удержим прямо кнопкой следования всех выделенных юнитов за мышью. Окей. А, теперь... Теперь ничего делать. Ладно. Я, пожалуй, закончу ход. Что-то потрясающее. Что-то потрясающее. Так, что мне делать? А, здесь можно показывать, где они должны появиться. Окей. И можно их расстрелять. Окей. Кто-то сдох! Кто? Кто у нас сдох? Нихера себе! Видимо, здесь просто рандомно они по экрану двигаются. Запрограммировано так, видать. О, нет! О, нет! Я сдох! Я весь сдох! Я полностью сдох! А что будет, если я сейчас нападу своим, допустим, потрясающим человеком? Он же меня забьет! Я же откуда знал, что все будет так сложно! Реплимус! Реплимус! И поедешь! Лепнувок стрельба! Право... Право мыши движения. Окей. О, боже мой! Как все сложно! Как все сложно! У него есть хп, окей. Это плюс. А, он всех ванхитит просто! Окей, лорд жжет! Так и быть! Я ход закончу! Ну, обычно, походу, в астрады нет, так что... Что-то такого. Так, он за мышкой двигается. Расстрелять всех! Всех расстрелять! Они своими вонючими точками меня убивают! Надо верно все-таки уворачиваться от точек! Я пойду, пожалуй, замочу этого козла. Моими андроидами, или кто это? Что это за говно? Нужен нападение. А, все понятно, вот так им двигать. Это было быстро! Чит какой-то! Окей, что ты будешь делать, лох? А? Лох! Давай, иди сюда! Иди сюда! Вот ты куда-то! Так и быть, уже иду! Ну, ну, чё, всосал, слышь, петушара, слышь? Ты на петуха похож! Кто у нас теперь крутой, а? Ну, мочи! А, ну, ты куда-то... Он вообще не хочет двигаться? Я сначала ему хп вынесу. Нужен нападение. Окей, погнали! Мочить козла! Надо просто ему хп вынеси. Как можно больше. Ну, давай! Убейте его! Или меня убейте. Кто-нибудь кого-нибудь убейте уже! Они так ходят забавно, да? Да. Ну, почему говорят заканчивать ход? Надо нажимать конец хода. Потому что я хочу закончить ход. Хотя у меня доходов-то не осталось. Так что это могли получше проработать. Эй! Эй, чмошник! А, он сам идет за мышкой. Куда пошел, слышь? Твой лососни тут, тунцата, эй, слышь? На, на! Кто у нас? Кто у нас лошье? Все! Все, да! Соснул петух! Тебя на зоне будут так петушить! Понял, да? Лорд Пальмикус. Это было угарное сражение. Если впереди и дальше такие веселые сражения, то мне не лень даже сходить с вами. Окей! Ну, вот так вот мы с вами проходим эту игру потихонечку, потихонечку. Там всего 6 левелов, судя по папке левелс, которые есть в этой игре. В целом, наверное, неплохо, если это сделано недолго, да? Написано, кстати, то, что использованные инструменты и ресурсы это... Софтины GameMaker, GameMaker 8.1, FL Studio 10, Sony Acid Pro 7.0. Звуки взяты с FreeSound.org, 3 автора. The Drake, Walk Xenader и Wallbar. Так что, наверное, стоит выписать ей 58 миллионов из 10. Я считаю, что она этого достойна. И мы двигаемся с вами дальше. Вы можете изменить размер окна в любой момент игры. При помощи курсов-мыша. Спасибо. Игра называется Experiment. В ритме написано такое управление. 13 минут и 5 секунд на прибытие в топику. Знал бы я, что такое топик, а было очень классно. Не в топику. Окей, это платформер RPG. Парни, которые попали в неизвестный для него мир. И пытаются выбраться из него. За-а-хереть. Просто... Голос сверху не хочешь загадать? Нет, спасибо. Какой наркоман это делал? Здравствуй. Оу. Кто ты? Где я? Я уже ушел. Поздравляю. Пробил атака ближнего боя. Что-то мне не дают никого забить. Хотя, чуть... Такой, гопник. Не притворяйся. У нас был уговор. Ты загадишь загадки, если я не смогу отгадать. Для кого это сделано? Кто так медленно читает, ребят? Ну? Ну, ребята. Я хочу платформер шикарный. Я считаю, что он забьет мир с Edge. В плане платформерности паркура. Посмотрите на эти прыжки. Типичный паркурист. Вот, они все думают, что они такие. То, возможно, я выпущу тебя с поезда. Надо было побыстрее текст сделать. Йоу. Это платформер или сраные загадки, слышь? Йоу. Я не помню ничего этого. Я не понимаю, как я здесь оказался. Да, ну и чё? Ёб, ну, давай, камон, ну. Давай, да, я понял, я согласен. Тем не менее, через 9 минут и 5... Да чё вы убрали? Не успел прочитать? Ну? Я врежусь на скорости 900 миль в час в ограничительные упоры, которыми заканчиваются монорелиз. Через 15 секунд я выключу эту игру, если не начнется геймплей. Ладно, 45 секунд. Время пошло. Весьма безрадостная перспектива. Что ж, отчего не попробовать? Почему-то запятую забыли. Осталось 30 секунд. Почему мертвый младенец идет через дорогу? Вау. Осталось 15 секунд у тебя игра. Я знаю один момент, я знаю повторить процессы, действовать все логические цепочки. Ааа. Окей. Типа ты убил машину логическим парадоксом. Все, игра у тебя закончилась. Время, иди в жопу. Я считаю, что ей надо поставить минус 5 миллионов 356 тысяч 422. Целых 32 сотых из... Из десяти, из пяти. И мы с вами двигаемся дальше, потому что... Не знаю, это игра для тормознутых людей. Крайне тормознутых людей. Погнали дальше. Много стройкам, а следующая игра... Описание этой игры... Таково. Бунт на стройке. Ты бригадир. Стоишь на последнем этаже строящейся многоэтажки. И вокруг злые работники, решившие тебя замасить. За что? Ты зарплату не платишь. Выбирайся отсюда. В игре 5 видов оружия, 7 уникальных персонажей, взаимодействие с предметами и миром. Все. Войду, отдам 60 баксов. За нее, чувак, в стиме тебе точно светит ее выпустить. Стоит, точнее. Игра в двух жанрах. Шутер плюс квест. Тан-тан-тан. Файтинг плюс визуальная новелла. Экшн плюс... Релаксэйшн. Не знаю. Наработка C++ и DGLE2. Даже не знаю, что такое DGLE2. Может, графический движок, черт не знает. Пространство 3D. Автор. Кто автор? Сценарий, программирование, графика, музыка, звуки. Сюрг-66. Поздравляю. Управление. Стрейф влево. Стрейф вправо. Движение вперед. Движение за... Японский бородовой. Escape. Space. В главном меню. Enter. Ввод. Рождение. What the fuck? Мне нравится. Тут еще написано... Такое, знаете, уведомление от человека, разработавшего игру. Из-за особенностей смешения жанров, изначально возможно ощущение неудобного управления. Но после тренировки привыкнете. Короче говоря, человек отбазался. Мол, ну если что, сами у вас... Это у вас руки из жопы. Эй, начальник, где наша зарплата? А, окей. Только не говорите, что это веркосердючка, пожалуйста. Что это было сейчас? Это не веркосердючка, случаем? А, окей. Это его звуки, вот эти. А, а, а. А, а. Зашибись, чувак. Потрясающая игра. А чем не кидается меня сыром? Ты решил заново создать жанр шутеров? Так, стрейф. А, да. Тут же мышки нету. Стрейф-то в основном мышки. Так, как бить-то кого-нибудь? Бить нельзя никого. А, пробел это главное меню. Возвращение, ну ладно. А может он сам это написал? Ничего такой музон-то? Что дальше? Использовать. И как это использовать? А, здесь можно было еще у кого-то стрелять, если оружие есть. Использовать книзу, да. А, как использовать-то? Ээээээ... Как что-то использовать? Переключение между выбор команды управления над действием с предметами. Да. Она заблокирована, или я не могу туда пройти? Использовать вниз, использовать вниз. Оружия нету. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Чувак, ты Dark Souls переиграл. что это мать вашу не пытается убить сыром я нашел лопату представляете как не взять то это нет ваш 1 2 3 4 нет в руки может я ты сумас что не подходит взять вау использовать лопата штыковая привет господи что это не ну за такой потрясающий бит я уже готов к этой игре этой игре поставить как минимум восемь с половиной из 0,6 я считаю на этого достойно и восемь с половиной целых из 0,6 а еще половину верки сердючки и полтора стаса михайлова глава 1 добраться до города это игра называется тетраград а вот наконец-то я смог двигаться начать описание такой игры куда все подевались нападение монстров землетрясение землетрясение в ритме отправляйтесь немедленно в тетраград и выясните что там происходит помните вы можете использовать наши специально разработаны блоки управлять ими давите ими врагов и разбирайте завалы ведь больше восьми блоков ряд исчезают управление кей р перезапуск уровня н перейти к следующему уровню и по каким-то причинам у вас не удалось запустить игру было вла окей я могу управлять этим потрясающим персонажем не знаю кто это девочка или мальчик но по-любому игра лучше чем точнее персонаж лучше чем персонаж элен пейш бион ту соус вау чувак ты ему хоть музыку нашел что ли ну чё такое ну с фриса он бы взял что окей ау 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 что это такое где где обычные фигуры которым можно всех давить офак да почти как супер мари супер марио бразер столько лучше стопудово я по крайней мере могу здесь пройти первый уровень ну музякой было бы неплохо вы получить там знаешь а сердце моя кроме меня да да палки костер костер моем сердце да огонь жопа прочее прочее просто я баба такая я по чувакам прыгаю всем насрать я сикаю или чё типа того смотрите тут же цвет любви он же красненький цвет любви смотрите на это тетраград потому что все состоит из тетрисов то есть из фигурок тетрисов окей мало ну чувак ну это хотя бы играбельно по сравнению с предыдущей игрой блин как-то на презентации нужно получше поработать но что такое на заднем фоне ну мог бы скачать не бесплатные картинки там деревьев другого говна но заправил по крайней мере поведение этих ребятишек вот этих вот вот этих ребятишек этих не знаю как назвать фанаты джастин бибер они примерно такие я даже не могу убиться здесь что самое классное не могу убиться здесь если куда-то я падаю видимо я человек кубик маги херва знает нужно какая-нибудь драматичная музыка из как минимум из постели до урайана я считаю или из короля льва когда муфас убивают посмотрите какой эпик или может из трейдера хэви рейн а чё кстати а может подойдет потрясающая игра всегда хотел поиграть за человечка который бегает по фигуркам из тетриса да и что потрясающе человек успех уйдет с этим платформером а я считаю нам было добавить немножко презентации я не знаю там смысл какой-то в этом сюжет я считаю и всего остального что есть за ласт оф ас хотя за ласт оф а же по-прежнему говно чё-то и и bioshock инфинит вообще все дерьмо и квака 3 зачем она нужна когда есть вот такие посмотрите на это посмотрите 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 что я я скачу по зеленым по зеленым фигуркам из тетриса вы где такое еще могли сделать а где нигде все срочно все играть в тетраград опаньки опаньки вот это неожиданно я могу управлять наконец-то пошел геймплей вот это уже другое дело видимо у них какие-то ментальные способности ох ты вот это поворот слушайте а вот сейчас игра приобретает краски слушайте сейчас все совсем по-другому заиграла так что все эта игра явно готи когда ты можешь вот так вот плющить врагов это же просто как как можно как ее нельзя перевернуть нет я может перевернуть кнопочкой вверх о да детка о да а у щита я могу себя раздавить блин даже раздавить себя не могу о да потрясающая смерть лучшая смерть в мире еще говорят что может следующем уровне перейти и даже к следующему ведь их всех пора выбираться туда же есть сюжет ребята такого мы не давно не видели здесь явно понятный сюжет как как bioshock инфинит и так далее вот это сам потрясающий левел таратам 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 и облачка летит такой таратам таратам ну я считаю что это претендент покажет что на готе да да так что давайте поставим так два эклера из пяти бубликов возможных и двинемся дальше эта игра называется глаз разговоры и действия два щупальца которые ступали прямо к человеческие ноги венчал огромный глаз за такой необычно пугающий вид людская молва портала их злобоглазыми хотя они предпочитали назвать себя бихолдерами ну и чё это надо нажать наибольшей страстью было коллекционирование красивых вещей для достижения своих целей они никогда не шли войной на соседей предпочитая обмен всякой драки они меняли свои сокровища которые добывали подземелья на диковинные красивые вещи дело бихолдеров процветало они выбрались из своих подземелья и начали возводить большие замки и не было бы существ счастливых бихолдеров если бы люди не пошли на них волной волной и холдеры не были подкованы военным ремесле и за пару дней войны от их замков из изумруда из новой кости остались из остались ли пилища бихолдеры отступали один бихолдер чьё имя не сохранили скрижали уже потерял все что у него было единственное что ему осталось скрыться в заброшенном родовом подземелье подальше от кошмара охватившего поверхность это модификация марио что это о боже мой это ужасно без шуток это ужасно альт это пауза представляете о господи я говорю что в прошлой игре нужно звуковое оформление этой игре не нужно звуковое оформление вот такое вот лучше без звукового оформления чем вот такое я ему прыгнуть на это говно и ему прыгнуть на первый же странный выступ меня убивает враг с первого выстрела окей отлично не знаю для кого сделан эта игра нельзя одновременно нажимать вперед и прыгать если вы заползаете допустим вот сюда вода вот как сейчас на прыгнуть потом нажать вперед как сюда запрыгнул то прошлый раз вау получается когда-то нет эти ребята слишком быстро бегают нет пошла в жопу эта игра человек не знал что он делал это идиотизм полный кретинический дебилизм эээ я щит без шуток говорю если бы хотел что-то сделать типа в духе ввв или супремитбой они так не делаются люди сидят и вымеряют сложность в таких играх они серьёзно сидят и тестируют уровень много-много раз они так вот сделали закинули и как знает человек так и проходит игры типа код марио созданы просто для прикола и ради поражать но не ради того что быть серьёзной игрой так что увы поехали эта игра называется Popeye the Sailor мне пришлось вырезать вступление потому что она содержала закоперачивающий материал а вот например который сейчас вы слышите на заднем фоне игровые видимо платформер посмотрим а нехило я бы сказал так Z удар правой рукой X удар левой рукой P пауза плюс джойстик ещё написано ага ходить окей это витэмап какой поворот Z окей сходим при помощи стрелочек ZX это удар но это естественно не свой личный своя лично придумка это если человек захочет вдруг такую игру допустим да ему не разрешат надо думать что это авторские права и все такое как бы папа и есть пауза сильно работает то представляете а чё это по-английски написано что человек который ты стырил а может быть и нет черт его знает зачем ограничить по времени ничего не делать дальше окей control alt все кнопочки нажимаю zx все больше ничего не написано может быть здесь что-то есть там сена появилась представляете да там сена появилась и я не буду пройти я не могу и фрау пройти никак и чё говно какое-то убогое что такое либо что-то баганула либо это все это очень коротенькая игра спасибо я лучше пойду мультик посмотрю папа и ты мне потратил две минуты моей жизни от сува мистер тетсуван и от тетсувана не надо такое делать пожалуйста спасибо большое автор александр маленьк олейник специально на гиминатор 2014 год потрясающе главная тема мне уже нравится даракон и комар так и называется я уже тебе разочарован чувак ты написал слово разочаровываться с ошибкой передвигаться только влево и вправо и все поехали окей а я тебе посоветую нормальный микрофон зад нормальный о май гад что это о господи а музыку то откуда взяла ну-ка признавайся откуда музяка аааааа окей я думал что за говно а зачем мне их жрать если могу просто пройти а окей слушай ну сейчас просто ребята в край таку просто уделались обделались и уделались теперь я не понимаю, что CryEngine 3 это просто ничто по сравнению с... Это актерская игра. Вы просто посмотрите на это. Вы просто послушайте. Это просто нечто. Леонардо Ди Каприо не дали Оскару все верно, потому что его надо отдать Оленнику. Вот этому чуваку, который сделал игру. Вот это вот. Это же просто потрясающе. Отлично. Серьезно, сколько времени ушло, чтобы сделать эту игру в GameMaker? Потому что когда я эту игру запустил, а потом вышел из нее, то мне выдали экранчик о том, что мне стоит заапгрейдить с GameMaker. Я такое тоже могу нарисовать в Пейте, просто за нихер делать, если честно. И все с самого начала. Зачем мне есть камород? Не знаю, окей. Ну, босс-вертолет, это, конечно же, просто потрясающе. Я надеюсь, это как бы был стёб такой, да? Мол, ну, босс-вертолет, босс-машина. Это такое обучение для тупых, мол, тебя может машина сбить. Почему я не могу прыгнуть на машину, как Годзилла? Почему я не могу убить и сожрать, как комаров? Не знаю. Почему такие большие комары? И что это за машины? А, здесь мне надо прыгнуть. Боже мой. Какой поворот. Произвечили многие хвалы, я тоже. Господи, серьёзно. Зачем люди пытаются убить человека, который ест комаров? Это же как-то странно. Зачем мне жрать комаров? Ты продвинулся. Я хочу сказать от лица всех комаров. Я подвинулся, похоже, сейчас. Дараконы нас притесняют. Мы маленький народ. Мы не делаем ничего плохого другим созданиям. Но почему-то дараконы нас едят. Я не знаю, почему. Вот конкретно я, чем я провинился перед дараконами? Скажите, я остался один в семье у мамы. Всех моих братьев, всех своих людей, комаров, съели дараконы. И я буду мстить. Да, я буду мстить за своих родных. О, Боже, какая травматичная история. Намного травматичнее смерти Элизабет. И букеры. Ой. Какой поворот будет сейчас. Какой поворот. Сюжет, просто посмотрите. Такое было в Call of Duty, а? Такое было в Yon2Source, а? Такое было в Bioshock and Infinite, а? Нет. Нет. Посмотрите на это. Комар, который пытается убить драконов. Вы только посмотрите на это. Где вы такое еще увидите? Нигде. Но разработчик и наркоман. Я уже вижу. Вот он претендент на готик. Вы только посмотрите. Арт-хаусная графика. Мы видим отличное сглаживание, потрясающие текстуры. Они белые и черные. Потрясающий арт-дизайн. Минималистичный. Что еще? Потрясающие звуковые эффекты. Отличная игра актеров. Ошеломляющий сюжет. Заставляющий тебя задуматься о своем собственном существовании. Где-то на уровне Пушкина, а может быть даже Гоголя. На текст написан был. Я считаю. И я считаю, что это будущее игровой индустрии. Вот посмотрите. За этими играми будущее. Действительно. Все уже не хотят играть в эти... Дорогие The Order 1988. И я прошел весь уровень. И мне надо начинать с самого начала. Чекпоинт. Чекпоинты для лохов. Понятно. Все игры скоро будут без чекпоинтов. И без сохранений. И они даже не будут спрашивать, когда запускаться. Они будут сами запускаться, когда захотят. По вашему желанию, без вашего желания. Если они захотят поиграть, то вы будете в них играть. Если вы не хотите в них играть, вы все равно будете играть в них. Потому что так нужно. Ну, может, мы должны уничтожить всех дракон. Не знаю, почему драконы квадратные. Может быть, они подкачались. И это был почти конец. Витя. Или нет. Или я здесь был. В току комар. Интересно, чем стреляет комар? Эти звуковые эффекты. Они настолько реалистичны, насколько это вообще возможно. Вы только вдумайтесь. Комары и стрельбители. Это будущее авиации. Мозамбика. О, да. Единственное, что не хватает, это кнопочки турбо. Это то, что кнопочку взлетно постоянно нажимать, чтобы... чтобы стрелять. Охереть. Я такое чувствовал, что задний не холм, а жопа какая-то. Это... Это... Что? Это типа все? О-о-о-о-о-о-кей. Я просто не возьму. Ахахаха Господи, это такая упорнотость Можно проверять то, насколько упорно человек, если заставить его поиграть в эту игру Если он упорно полностью, то человек упорно Какие там экспертизы и так далее Вот, отличная проверка Потрясающая игра, ребят Пока что это главный претендент на лучшую игру Всего сосчитать тысячелетие, потому что она буквально за 5 минут описывает все человечество Все фильмы и так далее Я считаю, что ее надо внести в Библию, как Новый Завет Как супер Новый Завет Сюжет этой игры Да, мы двигаемся дальше